Печенька Печенька И еще одно печенька Ты что делаешь? А ну выбрось Пошли со мной, теперь будешь жить с нами Пошли, пошли, пошли Куда ты, иди сюда, куда ты пошел? Брось, в ПКФС, пошли я тебе говорю Забудь об этом, теперь будешь жить с нами Я тебе буду рассказывать и показывать как быть здоровым Счастливым, все будет хорошо Так, смотри, вот это, вот это кака Это жестко, вон видишь внизу вода Вот эту воду можно пить Все что выше рядами, все говно Все в помойку, как всегда Самое полезное внизу, вода внизу А помои вверху, так, пошли Смотри, давай, садись Вот тебе телефон, на держи Тебя как зовут? Андрей Будем, ребята, вместе с Андреем Становиться умнее, становиться здоровее Понимать, что нам кушать, чего нельзя Андрюша будет засчитывать ваши комментарии И чтоб сникерсы больше не трогал Поехали работать Ребята, здравствуйте, мы Вы смотрите, смотрите, у нас здесь Ааа, трамвай, закрыл Карлов мост Закрыл Карлов мост Сейчас, сейчас будет видно Толпа туристов Это новый формат вещания В котором мы Хотим Работать отныне Во-первых, познакомьтесь с нашим Андреем Который за кадром сейчас Привет Голос, который вы будете слышать Который будет вашим другом, соратником Будет зачитывать ваши вопросы Из ютуба, из инстаграма В общем, будет мега круто Ребята, это интерактивный новый формат Где у нас, во-первых, новый член команды А во-вторых, у нас с вами будет два вида Вид от третьего лица Вид от лица Андрея Где он зачитывает вопросы В общем, вся вот эта история движуха Прям, ну, красота И вид от первого лица Как, например, вот прямо сейчас Я для вас включусь После этого интро Это будет моя утренняя рутина Потому что сегодня утром Я снимал для вас От первого лица В преддверии открытия марафона В общем, сегодня мега крутой день воскресный И это введение Должно послужить для вас Как бы основой того Куда вы попадаете На какой формат видео Следующее после этого Вы попадаете на мое утро И далее мы с вами продолжаем работать В формате общения от третьего лица Доброе утро, мои дорогие ребята Посмотрите, какая красота У нас сейчас Значит, без десяти восемь В воскресенье И сегодня абсолютно особенный для нас будет день Мы с вами загрузимся В самый уверенный автомобиль в этом городе И я вам расскажу, что вас ждет впереди Ребята У нас с вами Сегодня Значит Важнейший День Открытия Шестнадцатого сезона Моего марафона Сегодня я проведу с вами Весь день Ой, господи Двигаемся Собственно Первая наша остановка Ребята Это восьмичасовой Прямой эфир В инстаграме Который у нас в последнее время Прямо настолько душевные получается Прямо обожаю С этой активности Начинается мой сегодняшний день Открытие марафона Будет чуть-чуть позже Подъезжаем Через пять минут уже начаться эфир Вот так Просто Сорок пять минут Пролетели на ура В прямом эфире Ребята, огромное спасибо Всем, кто с нами был Прямо первая часть Начальная часть дня Получилась Потрясающе Ссылка на мой инстаграм Будет под описанием этого видео Ребята, присоединяйтесь Потому что у нас каждый день Прямо эфиры Восемь по Праге В девять по Москве Не могу, ребята Не могу с вами не поделиться Просто красота Значит, я сейчас в разборе Одного из анализов Моих марафонцев Смотрите, какая штука Значит, здесь Тип исследования Здесь показатели пациента Здесь, смотрите Значит Расхождение Для разных возрастов Шестнадцать Четырнадцати Шестьдесят Шестьдесят Четырнадцать Четырнадцать Семидесяти Четырнадцати Четырнадцати Вот я сейчас кофе пью натощак, черный, вон там, кстати, в кафе его сделали, прям просто красота. При тебе его помололи, при тебе его заварили, и ты его прям пьешь. Ребята, очень важно понимать, что натощак нежелательно пить кофе, это факт. Растворимые, он бывает сублимированный, бывает гранулированный. В общем, это растворимые помои, они имеют безумно низкий уровень паши, это действительно на голову желудок не очень хорошо. А настоящий свежепомолотый кофе, это прям очень хорошо. Я уже много лет пью его, и вы же знаете, я вам часто рассказывал, что у меня и гастрит был, и прочее. Бывает, я его лечил при помощи воды, а кофе не вызывает никакого дискомфорта. Подчеркиваю, если он свежепомолотый, чистый, полезный, нерастворимый. И чем меньше времени у вас проходит от момента того, как зерно было помолото, до момента, пока оно было заварено, тем лучше. Поэтому я никогда не рекомендую покупать уже помолотый кофе в таких пачках вакуумных, в супермаркетах, которые вы открываете, оно у вас полгода стоит. Потому что при контакте с кислородом разрушенное кофейное обжаренное зерно теряет все свои свойства. А что по поводу кислотности? Кислотность – это очень важная ситуация. Потому что если заваривать растворимый кофе водой, классно, вопрос вообще ты развиваешь. Ну, что такое вообще растворимый субъединенный кофе? Это кофе, который был по-хорошему заварен до этого, дегидрирован. И вот, по сути, это как бы, знаешь, за тебя пожевали еду, и потом тебе вкладывают ее в рот. Как бы, твое дело только проглотить. И PH у растворимого кофе, гранулы, вот это, помойная НСКП, якобы, все прочее, очень низкие. И из-за того, что PH очень низкий, это для желудка не очень хорошо. На самом деле, у обычного кофе PH не самый высокий, но в любом случае выше. И самое важное, чтобы кофе, вот такое свежепомолотое, свежезаваренное, для печени очень полезное. Ферменты кофе, которые находятся, они очень полезны, и работают как гепатопротектор. И как ускоритель жиросжигания, то есть обмена жирового процесса в печени. Поэтому свежий кофе – это лайк, а растворимый кофе – унитаз. А у нас очередной вопрос от подписчика. А ну давай бомби, пока мы летим по нему. Ем через день. Будет ли негативное влияние на организм или только плюсы? Ем через день в смысле того, что человек пропускает вообще в принципе, один день ест, один день не ест. Совершенно верно. Ну, это не очень хорошо. Вы понимаете, ребят, какая штука? Иногда мы с вами в погоне за избавлением от лишних килограмм, начинаем терять голову и слишком много проявлять инициативы, как создать калорийный дефицит. Я вас прошу, пожалуйста, если вы хотите избавляться от лишнего и приумножать свое здоровье, а не ему терять, не нужно есть через день. Это вообще какая-то диета сибирского волка, наверное, какая-то. Весь смысл в том, что ваше тело нуждается в витаминах, минералах, в нутриентах. И когда я, например, вещаю и говорю о том, что, пожалуйста, не нужно не доедать, нужно есть не меньше, чем 1400 калорий каждый день. И, может быть, раз в 7-10 дней делать 48. 48 часов голодания вы делаете для здоровья, долголетия, аутофагии и прочих всех моментов. А вопрос, связанный с тем, что вы будете либо есть 800 калорий каждый день, либо через день есть, идет рука об руку с потерей витаминов, минералов, того, что питает наше тело. То есть здесь вопрос у человека очень многозначительный, потому что он не понимает, что он не только создает дефицит, чтобы избавляться от лишнего жира, но и в этом случае он истощает свой организм. Очень важно есть достаточно, много расходовать, много. Не есть через день. Сделайте свои 48, я не знаю, раз в 2 недели будет достаточно. Если каждый день вы будете есть с 2-3, например, ну хотя бы с 12, и 1400 калорий будет идеально. И будете умножать свое здоровье, и не будете его терять. Поэтому отставить этот максимализм есть через день. Закат. Прекрасный день подходит к концу. Наша Любашенька, молодчиночка, рулит. Посмотрите, какая умничка, ребята, какая красота. Сегодня конец рабочего дня, почти 15 тысяч шагов, половина седьмого вечера. И вы никогда в жизни не угадаете, куда мы едем. А я вам сейчас покажу, куда мы едем. А едем мы, ребята, на самое непредсказуемое место, на первую в этом сезоне открытую тренировку нашей мамы по фигурному катанию. Зайчик он, котенок. Все высматривают маму. Мама тренируется. В общем, ребята, у нас сегодня получился мега насыщенный, крутейший, продуктивнейший день с открытием марафона, с ответами на вопросы, с приколами, шутками. В общем, сведениям, ну, члена нашей команды. Я надеюсь, что вам понравился этот выпуск и новый формат. Приглашаю вас обязательно. Ставьте, Буня, лайк. Покажи, пожалуйста, пальчик. Не могу показать. Ставьте лайк. Подписывайтесь, ребята, на наш канал. Расшаривайте, делитесь этим видео. В общем, будет все очень круто. Будем дальше, если вам понравится, снимать в таких интерактивных, прикольных форматах. Погор. В общем, будет мега круто. Мы побежали дальше тренироваться, а зайка им очень нравится, да, Буничка? Все, обнимаю вас и до следующего видео. Пока, мои хорошие.